Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Елена и это канал о визании. Рада приветствовать всех своих постоянных зрителей, а также гостей канала. Вы видите, перед вами работа, практически уже приближающаяся к завершению. Это Шааль Бактус. Вяжу на заказ ко Дню Учителя. День Учителя у нас 5 октября, поэтому я тороплюсь. Видео, скорее всего, вы уже увидите в преддверии этого праздника, но на самом деле снимаю я его... Так, сегодня у нас 18 сентября. Планирую его через день, через два завершить. И, знаете, честно, впервые, наверное, впервые за всю свою практику я повезу это изделие в другой город, повезу сама. Не стану доверять почте, не стану доверять СДЭКу, потому что у меня уже был инцидент не очень приятный, когда был заказ к положенному сроку, вещь была заказана в качестве подарка. И, к сожалению, почта подвела в соседний город, в общем-то, город Пушкино. Посылка шла больше двух недель. Она совершила такой, знаете, вояж, турне по всему Подмосковью. Чудеса да и только. Поэтому рисковать не стану, повезу сама. В принципе, по Зеленограду, по каким-то ближайшим окрестностям я спокойно сама могу доставить, привезти изделие. С этим вообще никаких проблем нет. Но вот в другие города, конечно, такого опыта у меня еще не было. Но это, конечно, все так, знаете, рассуждение, болтовня, поделилась с вами своими тревогами. Ну а теперь давайте поговорим уже о самой модели. Такие платки я вяжу действительно уже давно. Впервые связала в 16-м году, сразу после возвращения из Прибалтики. Впечатлилась потрясающими городами, потрясающими людьми, потрясающими видами, природой, кулинарией. Вы знаете, привезла массу таких теплых впечатлений, которые, вот не поверите, вот без лишнего пафоса признаюсь, эти воспоминания меня согревают до сих пор. Прибалтика действительно впечатлила, очень удивила в приятном смысле, в положительном смысле. Я очень и очень и очень хотела бы вернуться туда снова и привезла оттуда, вот в контексте впечатлений, я привезла оттуда вот эту модель, да. То есть я ее реально придумала. В чем моя придумка? Так вот, давайте сразу оговорюсь. Конечно же, здесь ничего такого сверхъестественного особенного нет. Понятно, что узор сеточка, это узор, которому сто лет в обед, и его уже кто только не вязал. Ничего здесь нового нет. Я придумала, сочетая два вида пряжи, махер и шерсть от Drops. Вот это вот пряжа Drops. Сочетать не в смысле, что вот беру один моточек и начинаю вязать сеточку. Нет, я придумываю вот эти вот расцветки путем сочетания разных-разных-разных. Вот это вот все, Drops, 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 и я их миксую. Есть, конечно, уже сложившиеся варианты расцветок, которые я вяжу давно, вяжу много. Например, Германика. Это самая-самая-самая популярная шаль вообще за все времена. У меня ее заказали самое большое количество раз. И на выставке, когда я привожу эти платки, да, ну, можно говорить шаль, можно говорить бактус, можно говорить платки, неважно. Я когда привожу эту модель на выставку, первое, что уходит, это Германика. Второе, что уходит, что люди покупают, это Паланга. Так вот, мне, кстати, очень-очень приятно, сейчас поделюсь с вами, даже похвастаюсь, мне очень приятно, что среди моих заказчиков есть такой очень узнаваемый человек. Это певец, кстати, прибалтийский. Вот видите, да, как все в мире взаимосвязано. Все-таки существует какая-то энергетическая связь невидимая между людьми. Наверное, вы знаете, есть такой прибалтийский рижский певец Интерс Бусулис, да? Так вот, моя шаль Германика красуется на плечах его мамы. Вот фотография. Эта шаль уехала в Ригу. Представляете, расцветка была навеяна мотивами Латвии, то есть сочетается где-то, немножечко перекликается с расцветкой флага. И вот эта модель именно этой расцветки уехала в Ригу. Сказать, что я была счастлива, я это не сказать ничего. Это, во-первых, удивлена, конечно, безусловно, и счастлива. Вот такой вот опыт у меня тоже есть. Но конкретно какие еще могут быть расцветки? Вот эта вот идет на... Вот эта расцветка, это номер 8, идет всегда у меня на палангу. Всегда, всегда уходит на палангу. Вот эта вот красивая расцветка, она, по-моему, номер, сейчас я вам покажу, номер 17. Ее я отправляю на Германику. Еще есть там более красный у Drops, более красные оттенки, тоже на Германику. Вот как называется пряжа. Вот ее технические характеристики. Здесь вот все написано, написано, написано. 50-граммовые моточки, 175 метров в 50 граммах, 75% шерсти, 25% полиамида в составе. Вот чудо чудесное. Значит, что касается вот этой вот работы. Знаете, сейчас покажу вам пряжу, с которой я связала аналогичную модель в 17-м году. И, вероятно, с тех пор Drops, вот, производитель что-то внес, какие-то изменения внес. Возможно, технология окрашивания изменилась, потому что пряжа стала темнее. Она была ранее, знаете, такая более ярко выражена фуксийного цвета. А сейчас, ну, я четко вижу фиолетовый. Вот посмотрите, это одно и то же. Это одна и та же пряжа. Ну, 14-й номер, 14-й номер. И вот это тоже 14-й номер. Посмотрите, вот эти, если еще более-менее перекликаются, да, вот, то вот это явно выбивается. Посмотрите, это тоже 14-й номер явно выбивается. И здесь, ну, я четко вижу синий, преобладание синего. Даже не фиолетового, как вот здесь, да, а синего. И теперь посмотрите на оригинал, по которому я вижу. Вот, где больше фуксии и больше таких теплых тонов. Вот эту, конечно, я сюда отправлять не буду. Смиксую с каким-нибудь другим вариантом. К чему я все это веду? К тому, что когда вы закупаете пряжу, пусть даже регулярную, не столько, а регулярно от производителя, да, серийную пряжу, и вы знаете, что вы будете вязать одну и ту же модель многократно, это касается тех девочек, которые вяжут на заказ. Моя вам рекомендация, вот честно, и от души. Старайтесь покупать как можно больше с запасом, потому что вот такие вот ситуации, когда вам нужно подбирать конкретную расцветку и укладывать ее, да, чтобы не выбивалось ничего, не выбивалось и не было заметно, не выдавало, так сказать, что здесь несколько вариантов пряжи смиксовано. Вот чтобы вот не было вот таких отличий, я вам рекомендую все-таки держать какие-то запасы. Это касается тех моделей, на которые вы делаете ставку, с которыми вы давно и постоянно работаете. А вообще, честно вам скажу, я сама очень люблю эту модель. У меня был такой интересный комментарий под одним из видео, что... А, я даже помню, это было видео про пуловер, диагональный зеленый пуловер, и мы там с девушкой-зрительницей переписывались на тему того, как вязать, какой принцип построения модели. Я сказала, что там принцип, в принципе, основывается вот на вязании шали. И тогда прозвучала такая мысль, что, в общем-то, шали не все носят, действительно, это на любителя, модель на любителя. Вы знаете, я раньше тоже так думала, вот честно. Даже был момент, когда я их уже вязала на заказ и тоже так думала, что я их сама носить не буду. А потом влюбилась. Надела на пальто, надела на курточку и поняла, что классно. Настолько классно, настолько стильно, настолько необычно. Да, идет отсылка к Павлопосадским платкам, но согласитесь, эти платки узнаваемые. Они узнаваемые, в них уникальности нет. Они прекрасные, они качественные, они очень красивые. Они очень красивые, правда, люблю Павлопосадские платки, сама их тоже носила, много-много лет носила, но они узнаваемые. Оригинальности в них уже, к сожалению, нет. Это массовый продукт. А вот это, это не массовый продукт. Это стопроцентный эксклюзив. Вот, друзья мои, поделилась с вами, так сказать, своими соображениями. Ну что, моя задача теперь довязать эту шальку. Да, времени не так много остается. А вам могу порекомендовать, знаете что? Такой приятный эстетический десерт. Внизу, в описании под этим видео, есть ссылка на мой второй канал. Он называется Елена Добринна Live. Там на канале есть плейлист, который посвящен как раз-таки поездке в Прибалтику. Вот той самой поездке в Прибалтику, о которой я говорила. Литва, Вильнюс, Паланга, Тракай, Латвия, Рига, Эстония, Таллин. Я сделала такое интересное турне по вот этим вот трем замечательным странам. И тогда задала вопрос зрителям, делала опрос в Инстаграме. Имеет ли смысл показывать только магазины пряжи, рассказывать о своих впечатлениях, либо, быть может, вы хотите увидеть что-то большее. И зрители попросили, Лена, сделай, пожалуйста, экскурсии, полноценные экскурсии. Покажи нам эти страны, эти города, покажи нам своими глазами. Поэтому, если вам интересно, если хотите получить действительно эстетическое удовольствие, я на это надеюсь, то предлагаю вам перейти по ссылке, и вы увидите очень много прекрасного, очень много красивого, очень много интересного. И, конечно же, будут магазины пряжи. Вот, если вы хотите связать такую модель, сейчас будет коротенькая минутка рекламы, то внизу также под видео есть ссылка на мой магазин. Там продается мастер-класс по вязанию вот этой модели. Мастер-класс для начинающих, разумеется, если вы опытная вязальщица, вы свяжете это самостоятельно, и моя помощь здесь вам не потребуется. Для начинающих все пошагово, начиная от выбора пряжи, от различных вариантов. Я предлагаю не только пряжу Drops, если вдруг на вас нет возможности ее найти. Я предлагаю аналогичные варианты, и с турецкой пряжей в том числе. В принципе, можно связать даже однотонный, но это уже будет совсем другой эффект, конечно. Здесь в этом-то вся и соль, в этом-то вся и красота, что здесь идет игра цвета. Выстроена на однотонной подложке. Вот подложка, да? Если вам интересно, то переходите, приобретайте мастер-класс. Стоит он совершенно недорого, совершенно по сегодняшним меркам так тем более. Но он действительно очень-очень-очень познавательный. Там все-все-все подробно и пошагово показано. Ну, а вот и, собственно, результат. Спустя полтора дня мне пришлось распустить верхнюю часть, верхнюю полосу. Честно говоря, мне очень понравилось, как смотрится зеленый цвет. Мне показалось, что слишком контрастно, слишком ядовито, что ли. В общем, как-то выбивался этот зеленый цвет из общей картины. Я распустила и перевязала в более спокойных тонах. Честно, мне результат нравится. И самое главное, что результат понравился заказчице. Более того, Шалиту я уже отвезла. Отвезла заказчице, которую зовут Наталья. Мы с ней познакомились, встретились. Так душевно, так тепло пообщались, долго общались. Часа три, наверное, не могли никак расстаться. У нас столько общих тем нашлось. Знаете, вообще так приятно, когда, вот казалось бы, вот видишься в первый раз с человеком. Но у нас в вязальщице там найдется, что обсудить, о чем поговорить. Наталья мне сделала такой классный подарок. Сейчас я вам его покажу. Смотрите, какая красота. Впервые, впервые я вообще познакомилась с рассказовской пряжей. Слышала. Не скажу, что много, не скажу, что часто встречается информация. Но слышала. Никогда не пробовала, никогда в руках не держала. Вот это вот будет первый опыт. Ну, цвет, согласитесь, такой классный, такой стильный. Называется шоколад. Но я здесь вижу четко еще такие меланжевые, полуразмытые тона. Это меринос. Это стопроцентный меринос. Метраж не знаю. Но на глаз так вот, если более-менее так вот прикинуть, наверное, где-то 550-600 метров на 100 граммов. Может быть, даже еще тоньше ниточка. Вязать, наверное, тут надо два сложения. Буду пробовать. В любом случае, мне очень приятно получить такой подарок. Совершенно неожиданно. Наталья, если вы меня сейчас смотрите, то вам большой привет. Безгранично рада была познакомиться с вами и пообщаться. Спасибо вам за этот заказ. Но самое удивительное, знаете, что? Следом за этим платком я снова связала платок. Вот правда, сразу, вот только-только был завершен первый платок, я тут же села за вязание второго. Потому что поступил заказ на, как вы думаете, на что? Да, на германику. Та самая германика, с которой я, собственно, начала этот рассказ. В самом начале видео я вам показывала. Вот, вот доказательства. Популярнейшая расцветка. Так что в последние три дня я занималась тем, что вязала очередную германику. И сейчас вот я опубликую ролик и отправлюсь на почту. Пойду отправлять в Челябинск. Так что в заключении могу подытожить. С коммерческой точки зрения эта модель действительно очень востребованная. Как вы сами убедились. С пользовательской точки зрения, а я сама пользователь, я ношу. Это действительно очень классная. Очень классная модель, как аксессуар. Очень теплая, стильная, интересно смотрится. И в целом, если вы еще никогда не пробовали вязать платок, бак, тушаль. Ну кто же вам мешает попробовать? Вы всегда, если даже вы не будете носить ее сами, вы всегда сможете ее кому-либо подарить. Это замечательная идея для подарка. Ну собственно, это все, что я хотела вам рассказать. Сегодня вторник, а в субботу, 2 октября у меня будет очень важное, значимое событие. Я к нему готовлюсь уже месяц, не поднимая головы, не отрывая рук. Вот параллельно вяжу заказы и параллельно готовлюсь. Мама моя тоже готовится, но она партизанка, она молчит, не рассказывает мне, что она там вяжет. Я ей звоню, интересуюсь, говорю, мама, как дела, как продвижение, что там у тебя уже готово, молчит, не признается. Поэтому я сама увижу результат ее работы только в субботу. На этом все. Больше пока говорить ничего не буду, пусть это пока останется секретом. Надеюсь, я вас заинтриговала. На этом прощаюсь ненадолго. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok